Всем привет! С вами Memphis0087 и сегодня в обзоре коллекционное издание трансформеров. Устраивайтесь поудобнее, думаю обзор получится довольно большим, потому что издание богато на наполнение. Как вы знаете, совсем недавно вышел Bumblebee на Blu-ray, обзор на который я делал уже. И вот, решили перезапустить, перевыпустить все старые части трансформеров. 5 фильмов входит в это издание, 14 дисков, Blu-ray, 3D Blu-ray, такая вот обложка общего бокса. С обратной стороны у нас идет информация о дополнительных материалах каждой части. Бокс из довольно тонкого картона, но не удивительно. Давайте посмотрим, что же внутри у нас. Внутри у нас, вот в таком вот стилизованном слипе, представлена каждая из частей трансформеров. Это у нас первая часть. Как уже стало модно, слип горизонтальный, что даже можно сказать эксклюзив для России. Также можно издание эти приобрести отдельно. Также они поступили в продажу. Вот такой вот под старину слип. Здесь у нас главная действующая лица, Optimus Prime, 2 Blu-ray. Единственный, пожалуй, существенный недостаток этого издания, как вы видите, это то, что плохо проклеены слипы. И это практически у каждой части. На минуточку хочу обратить внимание на то, что издание стоит больше 3000 рублей. И такие вот неприятности, я считаю, что непозволительно для издателя. Надеюсь, они это учтут и больше так поступать не будет. С обратной стороны у нас кадры из фильма. Здесь у нас входит 6 коллекционных карточек, арт-бук, Blu-ray и Blu-ray с дополнительными материалами. Есть что посмотреть. Довольно интересно, как все это делалось, как снималось. Внутри у нас, соответственно, и представлены эти карточки из плотного картона. Вот здесь у нас наши железные друзья. Да, приятные на уши, приятные на внешний вид. Карточек 8. Хотя здесь написано, что 6. Но, возможно, дополнительные карточки, которые эксклюзивные. Давайте посмотрим дальше. Здесь у нас все то же самое. И внутри такая вот накатка на диске. И, соответственно, буклет. Так называемый арт-бук. С кадровой и с картиной. Меган Фокс. Пожалуй, самая знаковая для нее роль в ее карьере. И, собственно, сам Майкл Бэй. Любит он такое кино, конечно же, как мы все знаем. Не всегда это у него получается удачно. Но все же он знает толк во взрывах, перестрелках и американском патриотизме. Итак, это у нас была первая часть. Вторая часть. Раньше издавали и в другом виде трансформеров. Но, как это часто бывает довольно-таки, многие фильмы передают по много раз в различных изданиях. Ну, и это, конечно же, самое удачное. Поэтому те, кто еще не приобрел его, рекомендую к приобретению. Ну, или, соответственно, если у кого-то какие-то части уже есть, то можно приобрести недостающие. Здесь тоже указано шесть карточек, но подразумевается, мне кажется, восемь. Потому что две, наверное, карточки эксклюзивных от каждой части. И получится дополнительный комплект карточек. Итак, внутри у нас вот такие открытки опять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Да, совершенно верно. Шесть карточек и две эксклюзивных. К общему боксу. Возможно, как раз-таки эти две карточки в каждой части не идут, если вы будете покупать их отдельно, эти издания. Внутри такие вот накатки. Опять-таки прозрачные. Внутренний арт имеется. Что интересно, отдельно раньше выпускали, когда издания старые, там накатки были цветные. Синие, красные. Обзор, кстати, на трилогию оригинальную. Можете посмотреть тоже у меня на канале. Постараюсь оставить ссылку после этого видео в конце. Так что, получается, и диски переиздали, перепечатали. Тут уже у нас более детальный разбор съемок фильма. Что намного интереснее, чем просто кадры из него. Конечно, не все части вышли удачными. Но, в целом, на уровне каждая часть. Хотя, наверное, последние две были совсем уж плохими. Где там уже играл Марк Воллберг. Ничего не имею против Марка Воллберга. Есть у него, конечно, свои хорошие фильмы. Актер мне нравится, но трансформеры не входят в их число. Итак, третья часть. Трансформеры, темная сторона Луны. Здесь уже у нас три диска. Соответственно, идет 3D-диск в комплекте. Также дополнительные материалы. В этом плане издание отличное. Смотреть, не пересмотреть. Итак, давайте взглянем опять на карточки. По-моему, в свое время, когда фильмы показывали в кинотеатрах, были и флайеры в виде карточек к трансформерам. По крайней мере, к некоторым из частей. Возможно, они даже у меня есть. Честно говоря, уже не помню, где они могут быть. Поэтому можно, в принципе, добавить их к этому изданию. Ух ты! Вот это да! Вот это еще один недостаток. Не ожидал я такого. Просто вложен диск в такой вот конверт. Ну, это прям вообще ужасно. Новый диск меня этим разочаровал. Ай-яй-яй. На заднем плане здесь у нас Bumblebee. Ну, вот это неожиданность, конечно. Такого подвоха я не ждал. Итак, ну да ладно. Давайте посмотрим артбук. Здесь они на премьере в Москве. Довольно интересное решение сделать такую фотосессию с какой-то премьеры. Судя по всему русской. И, соответственно, дополнить артбук кадрами из картины. Ну, похвально, конечно, нестандартно. Ну, съемочный процесс тоже здесь у нас представлен. Хрустит еще артбук совсем свеженький. Вот такой вот подвох. Еще один минус к этому изданию. Помимо того, что слипы отклеиваются. Так, четвертый фильм. Такой же эпичный кадр на обложке. Также три диска. Эпоха истребления. Радует, что все они в одном стиле сделаны, слипа. Под старину. Кроме Bumblebee. Но тут уж решили не заморачиваться и просто вставили отдельно вышедшее издание. Такие вот устрашающие крупные планы лиц роботов. Так. И, собственно... О, и тут также вложена диска. Конечно, решили они сэкономить. И не стали делать Amore на три диска. К сожалению. Хотя, повторюсь, издание стоит 3500 рублей. За такие деньги, при том, что фильмы не новые, могли бы и выпустить коробочку на три диска. Ну да ладно. Экшн-сцены. Вот она, Марк. Марк и Марк в свое время. Ну и думаю, сниматься было весело. По-другому у Майкла бы ее не бывает. Хотя, говорят, что он и требовательный режиссер. Но, как вы видите, съемочный процесс довольно занятный. Тем более, когда снимаете такой экшн-фантастический боевик. Это в любом случае интересно. Вот такой вот арт-бук. Это у нас была четвертая часть. Так, на очереди пятая. Последний рыцарь. И здесь уже и Энтони Хопкинса приплели. И Короля Артура. Также три диска. В общем, эта часть вышла прям совсем-совсем сумбурная, на мой взгляд. И не удивительно, что после нее решились снять более подростковое кино о популярном, самым, наверное, популярном персонаже Бамблби. Вот, собственно, и Энтони Хопкинс. Такие черно-белые открытки. Стилизованные. Круто сделано. Еще, пожалуй, отличительная черта Майкла Бэя. Он стал делать такие-какие-то совсем уж тяжеловесные фильмы. С точки зрения времени они идут более двух часов. То есть, устаешь от всех этих аттракционов, которые он настраивает в своих фильмах. Здесь также диск вложен, как попало. И внутренний арт вот такой вот. Итак, давайте посмотрим артбук. Все главные действующие лица в виде машин. Главные герои. Снова Майкл Бэй. Конечно, на мой взгляд, лучшие фильмы он снимал в молодости своей. Скала, Армагеддон, Остров. Понятное дело, что они никогда не блистали какой-то гениальностью. Но развлекательные, масштабные и какие-то более что-ли логичные были. А это уж прям сумбурный получается фильм у него. Посмотрим, конечно, что он будет снимать дальше. А пока это была у нас пятая часть. И последний, Бамблби. Обзор у меня на это издание есть. Но давайте его тоже быстренько посмотрим. Как вы видели, дизайн отличается, что маленько портит общую картину. Но, как говорится, решили не заморачиваться и не делать общий такой вот дизайн. Здесь у нас и комикс, и шесть коллекционных карточек, и артбук. И также куча дополнительных материалов. Давайте заглянем внутрь. Кино многим пришлось по душе. Меня оставило равнодушным, как я уже говорил. Да, неплохой семейный такой фильм. Но не более того. Здесь у нас Бамблби. И внутри такая вот картинка арт. Собственно комиксы. Давайте посмотрим их. Такой артбук идет. Джон Сина здесь уже играет. Вот так вот. И идет такой вот комикс. Сектор 7 приключения. Битва на скале. Half Down. На русском. Полистать, почитать будет по-любому интересно. До всех поклонников. Вот такое вот богатое наполнение. И у Бамблби отдельно. И карточки. И комикс. И артбук. Что могу сказать, подведя итог этому обзору. С одной стороны издание отличное. Оригинальный дизайн. Артбуки. Комикс. Открытки. Но с другой стороны. Отклеивание слипов. Плохая их проклейка. Ну что это такое? Несерьезное дело. И вложены просто в конверт один из дисков. В трех изданиях. Но это явный минус. Также хочу обратить внимание. Что на коробке вот здесь у нас представлено полное наполнение. Включает издание 6 артбуков. 38 коллекционных карточек. Комикс. И 10 эксклюзивных карточек. Вот такое вот шикарное издание. С недостатками правда. Спасибо за внимание. Оставляйте отзывы, комментарии. Поддержите это видео. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Инстаграм. Следите за новыми обзорами. Которые обязательно будут. До новых встреч. Пока.